Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Все правильно. Текущим, но, к сожалению, пока никуда не утекающим. Приветствую вас, друзья. С вами Кирилл Задов. В эфире Бутик Политик. Сегодня 2 апреля 2020. Четверг. Сегодня я обещал и в анонсе, в принципе, планировал говорить о нескольких вещах, но тут добавилось кое-что. Мы начнем, конечно, не с вируса, начнем с нефти, потому как нефть очень важна. И сегодня это было прям драматическое развитие нефтяного рынка, прям очень драматичное. Я расскажу все. Потом перейдем непосредственно к военным сводкам. Не к сводкам, точнее, а к более такой глобальному аспекту всей этой проблемы, которая перед нами уже последние пару месяцев и вот особо активно последние две недели возникла. Поговорим о том, как разные страны это пытаются каким-то образом сдержать. Стратегия различна. Вот есть страны, которые, как мы, идут на локдаун и на закрытие. Есть страны, которые, наоборот, на эти меры не идут. И я расскажу вам о них. Вот. И подумал о том, к чему это может привести или не привести. Тоже интересный момент. Ну и потом в Израиле, я обещал вам, израильская ситуация сегодня. Постараюсь достаточно приличное время выделить для этого, потому как там есть развитие. И оно разное развитие. С одной стороны, и есть прогресс формирования коалиционного правительства, и есть все больше смертей, есть все больше заражений, инфекции, естественно. Закрывают целые города на тотальный локдаун. В общем, есть много что сказать. Вот такой план на сегодня, друзья. Напоминаю, что если у вас есть вопросы или комментарии, 347-4600-877, СМС-портал прямого эфира 347-4600-877. Для тех, кто в прямом эфире меня слушает, Нью-Йорк Вамина Филадыфия, Аплитка Ишнайхат, Везде в Нации. Все остальные, кто смотрит меня на Ютьюбе или слушает на Саунклауде в любой точке земного шара, ищите меня в Фейсбук, Твиттере, задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Невероятный сегодня был день для нефтяного рынка, в том плане, что президент с утра уже твитнул, что он разговаривал и с Россией, и разговаривал с МБС Мухаммадом Бен Салманом, и что есть какая-то премьерная договоренность о том, что, скорее всего, нефтедобыча будет сокращена сильно. Президент называет цифры в миллионы и миллионы баррелей, от 10 до 15 миллионов баррелей в сутки будет сокращена добыча нефти для того, чтобы стабилизировать рынки. Ну, тут как бы, понятно, давление серьезное, уже есть пару американских нефтяных сланцевых компаний, которые подали на банкропсти, на банкротство, на Chapter 11, то, что здесь называется. И они, правда, не очень большие, эти две компании, которые подали вчера, но они есть, и общее ощущение и понимание того, что достаточно большое количество этих компаний может в итоге обанкротиться, многие, в любом случае, уже должны деньги. И так как сегодня, по состоянию на вчера, пока этого твита не было, этих предварительных информаций не было нам известно о том, что потенциальные сокращения добычи возможны, а был момент, что, я вам рассказывал позавчера, по-моему, об этом, о том, что теоретически возможно так, что некоторым странам уже, скорее всего, придется просто перестать добывать нефть, это невозможно делать, потому как себестоимость ее добычи намного выше, чем покупать импортную нефть. Например, в случае с Венесуэлой такая ситуация. Вот, с Нигерией очень все непросто. Короче, не везде ведь нефть дешево добывать. Короче, президент озаботился этим вопросом активно, естественно, саудиты тоже озабочены этим моментом, и экстренно созывают встречу, я так понимаю, на завтра, называется встреча ОПЕК-ПЛАС, но это даже больше, чем ОПЕК-ПЛАС, это ОПЕК-ПЛАС-ПЛАС, это все-все-все должны собраться, кто нефть добывает и продает. И это большое событие, и ожидается, что к каким-то договоренностям стороны придут. Теперь эксперты отмечают здесь, и ваш покорный слуга тоже, я хочу сказать, что есть определенные сомнения у многих, и у меня, в том, насколько возможны те амбициозные задачи, которые перед этой встречей ставятся, насколько возможно этих задач добиться. Во-первых, потому что, понимаете, добыча, или как нефтяники говорят, добыча нефти, она логистически непростая задача, потому что мало того, что надо ее достать из земли, надо еще ее транспортировать, надо еще ее хранить как-то, надо желательно ее сразу продавать, поэтому продают, поэтому рынок фьючерсов существует, да, in a nutshell, да, в такой, как бы, в упрощенном виде, если все это объяснять, поэтому нефть продается заранее, как бы, для того, чтобы исключить проблему ее складирования, потому как это непростая задача складировать огромные объемы, эти миллионы баррелей, и есть для этого, конечно, специальные резервуары, есть танкеры, есть та нефть, которая в трубопроводах находится, есть та, которая в цистернах находится, и едет по железной дороге, но, в принципе, хранение нефти – это огромная проблема, поэтому, а так как уже к моменту начала этой нефтяной войны резервуары мировые, единицы хранения, короче, да, то есть объем цистерны, резервуары, короче, места, где можно эти нефть хранить, были заполнены процентов на 80-90, исходя из той информации, которая у меня была, опять же, источники есть разные, и эта информация периодически обновляется, но перед началом этого нефтяного кризиса, в смысле нефтяного противостояния между саудитами и русскими, уже проблема хранения была достаточно активной, серьезной проблемой. И теперь, значит, что получается? Если, ну, требуется сокращение 10-15 миллионов баррелей, значит, ну, русские вообще-то, честно говоря, не соглашались на сокращение намного меньше, из-за чего то, что сегодня происходит, и произошло. Да, была встреча, ОПЕК-ПЛАС, которая сорвалась несколько недель назад, она не сорвалась, она прошла, но ни о чем не договорились, и русские сказали, что мы не заинтересованы в снижении. И саудиты, соответственно, тоже не стали снижать, и понеслась. Все стали занижать цену, euros, та нефть, которую Россия продает, уже там стоила через 8-9 долларов за баррелей в Европе последние дни. То есть понятно, что ситуация критическая для бюджетов стран, которые в основном построены на доходах от продажи от нефти. Даже такие страны, даже диверсифицированная экономика, Россия, в принципе, страна, которая не только нефть продает, вот, и не только еще есть определенная продукция, которую Россия делает и продает. То есть Россия только не живет не только экспортом нефти, но экспорт нефти и газа является достаточно серьезной статьей дохода, и газ, он привязан тоже к цене нефти. Страна газ привязана тоже к цене нефти, поэтому нужно искать компромисс. Теперь те амбициозные цели. Рынок сегодня вскочил невероятно на этой новости, о том, что будет договоренность, нефтяная война прекратится, и это примерно закрылся, короче, если вчера он закрывал F20 долларов, сегодня он закрыл F25 долларов 32 цента, наш нью-йоркский WTI рынок, NIMAX, то есть рынок нефти WTI. И это 25% скачок, если не ошибаюсь, ну, примерно, да, это самый крупный скачок в истории, какой был за один день. Короче, вверх. Понятный момент. Ожидаю, что завтра немножко котировки будут понижаться опять, потому что есть вопрос. Во-первых, как я сказал уже, первый и основной вопрос, способны ли страны пойти на такие сокращения, которые Трамп сегодня объявил, примерно, да, 15 миллионов баррелей в сутки. Могут ли страны это сделать технически? Потому что... То есть, первое, давайте так, это неправильно, я сейчас ошибку допустил. Первое не это. От момента, что они завтра, допустим, договорятся, завтра-послезавтра они на этой встрече, встреча, скорее всего, за день не закончится, завтра-послезавтра они договорятся, допустим, о сокращениях, вот они объявят какую-то цифру. Причем я сомневаюсь, что цифра будет 15 миллиардов, я даже сомневаюсь, что она будет 10 миллионов. Но дай бог, чтобы они договорились о 8-9 миллионах баррелей в сутки. Допустим, они договорились, от момента настоящих сокращений должно еще пройти немало времени. Эксперты сразу предупреждают, быстро этот переизбыток нефти никуда не денется. Раз. Значит, соответственно, это все влияет на повышение. То есть, даже если на ожиданиях от сделки цена на нефть будет подниматься, то дальше, когда станет ясно, как долго до этого сокращения добычи надо ждать, как долго, много должно пройти время, не до настоящих сокращений, это, опять же, опустит котировки. Но это первая причина. Вторая причина. Логистически это не так просто сделать, потому что то, что они будут добывать, все равно нужно будет где-то хранить. И дальше наступает проблема такого рода. Смотрите. Во-первых, это не просто технически сделать все, остановить, перестать качать. Надо физически переставать качать. Или продолжать качать, тогда надо где-то хранить, или продавать совсем уже по бросовой цене. Но, опять же, это нельзя, если они договорятся, этого нельзя делать. Соответственно, они будут пытаться исполнять то, о чем они договорились, но при этом последствия мировой экономики, которая сейчас переживает дикий кризис из-за, понятно, пандемии, соответственно, тогда, когда все страны, в основном, да, в основном все страны идут по пути карантина, сидите дома, не работайте, соответственно, потребление нефти резко падает. Если потребление нефти резко падает, то даже если какое-то сокращение впереди, даже крупное сокращение произойдет, реально эксперты говорят, что это вряд ли серьезно повлияет на цену. Почему? Потому что все равно слишком сильно, слишком большой сейчас есть разрыв между спросом и предложением. Причем спрос резко упал, а предложение еще долго-долго-долго будет оставаться выше. Это первый момент. И второй момент, о котором я хотел сказать по поводу нефтяного рынка. Третий момент следующий. Президент Путин игрок. Говорили вчера немного об этом тоже. И сейчас как бы вторая серия Морализон, вторая часть Морализонского балета, да. Я предсказывал, что рано или поздно саудиты и русские договорятся. Ну, в данном случае сейчас еще и мы, американцы, приходим, будем пытаться сделать так, чтобы все между собой договорились. Это понятный момент. А и мы будем в завтрашней встрече участвовать тоже, потому как мы крупная страна-экспортер. Теперь, да, у нас больше 10 миллионов баррелей в сутки, в принципе. Для того, чтобы Путин пошел на подобные меры, мы ведь прекрасно понимаем, что Россия как бы наиболее сегодня лучше, технически, экономическим языком говоря, наиболее лучше всех подготовлена к подобному падению цены, в принципе. А, потому что, я вам о этом раньше говорил, потому что себестоимость де-факто российской нефти примерно 6-7 долларов за баррель достать ее. Б, потому что ее инфраструктура для транспортировки нефти выстроена неплохо. В отличие от саудитов, которым все нужно танкерами перевозить, русская нефть идет по трубопроводу, в основном, да. И это облегчает задачу выдержать. Правда, да, бюджет, правда, очень затратный, особенно сейчас в условиях экономики. То есть коронавирус тут как бы определенные ограничения накладывает и подстегивает принимать решения, потому что ситуация все равно тяжелая, несмотря на то, что у России, да, есть определенное преимущество по сравнению с саудитами в плане нефтяного рынка, но коронавирус нивелирует ситуацию, да, стирает это различие, и это преимущество, в принципе, уходит. Поэтому сейчас, конечно же, для России, надо понимать, что для России подобное сокращение добычи и, соответственно, сокращение продаж будет означать уменьшение валютных поступлений. В любом случае, потому что, опять же, как я сказал сейчас, цена сразу вряд ли на это отреагирует, потому как все равно спрос сильно на нефть упал. Поэтому и очень сильно. Еще люди даже не совсем понимают, эксперты, насколько он упал. То есть настолько сильно, что еще непонятно как. Поэтому даже если будет сокращение, от этого сокращения выгоды в плане, да, уменьшить продажу, но увеличить количество денег за счет меньшей продажи, то есть добиться, короче, такого же валютного поступления при меньшей продаже нефти, вряд ли России удастся так быстро. И тут встает как бы вопрос, да, дядя же играет, дядя будет играть простую игру, на мой взгляд, ну, относительно простую, что Россия может пойти на эти уступки, но что-то она должна за это получить. Я вижу в этой ситуации только одну вещь, которую они могут потребовать для того, чтобы на эти уступки пойти. И тут как раз, может быть, Мухаммад бен Салмана есть тот самый посредник, который может вынудить нашу страну как бы на эти уступки пойти. Я думаю, что для России сегодня в такой ситуации, да, когда экономический кризис как бы углубляется потихонечку, 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 эпидемия растет. Кстати, в России сегодня уже больше трех с половиной тысяч заразившихся. Вот, по сегодняшней информации, то есть за сутки информация, количество заразившихся выросло на тысячу человек. Это как бы не критические цифры, но оно же растет постоянно, и достаточно сильно растет. И мы видим, что есть определенный кёрф тоже, да, эта волна, которую еще надо будет постараться успокоить, да, сбить этот кёрф, флаттан, да, сделать его плоским. То есть это задача России впереди. Я не думаю, что Россия окажется в той ситуации, в которой мы сегодня в Нью-Йорке находимся, и Москва в такой ситуации в итоге окажется, я сомневаюсь. Но, тем не менее, явно совершенно, что количество больных зараженных растет. Поэтому, соответственно, карантинные все эти меры будут продлены. И это, естественно, негативно влияет на экономику, без сомнений. Поэтому в такой ситуации, да, к чему я все это клоню, чтобы перестать уже этот многословный поток. Для того, чтобы пойти на подобные уступки по сокращению добычи, такие, прям такие масштабные уступки, которые потребуют определенной реструктуризации нефтяного рынка, которые потребуют определенной реструктуризации во всей логистике и инфраструктуры, да, Я думаю, что Путин захочет отмены санкций и вряд ли согласится на какой-то компромисс, который не будет в себя включать отмену санкций. Полную. Совсем. И это будет расценивано, я думаю, Западом в данной ситуации правильно. Мне так представляется. Опять же, я могу ошибаться. Это таков мой прогноз. Потому как, опять же, санкции на российскую нефтянку тоже очень болезненные. Нельзя в Россию сейчас поставлять оборудование бурильное определенное. Есть определенные вещи, которые Россия должна закупать для того, чтобы обслуживать правильно свои буровые, свою нефтяную инфраструктуру обслуживать надо. Это все делают за счет импортных запчастей тоже, которые под санкциям с 2014 года нельзя поставлять. Короче, там много есть чего. Там еще санкций на Роснефт за то, что она работает с Венесуэлой. Короче, если тотальная отмена санкций произойдет, я думаю, что Путин будет намного более сговорчив в этой ситуации. А у Трампа есть задача сегодня. Потому как потерять нефтяной рынок сейчас, точнее нефтяное производство наше, нефтяную индустрию американскую, Трампу бы совсем не хотелось. Достаточно большое количество людей трудоустроено. Было, по крайней мере, до начала всего этого кошмара. И нужно, чтобы они сохранили свои рабочие места. Мы их находим сейчас в год, который, как напоминаю, у нас президентские выборы в ноябре. Вот. Поэтому тут нужно есть о чем подумать. И есть как бы что делать. Это вот примерно. То есть еще раз. Завтра мы, конечно, все это увидим в развитии. Но я предсказываю именно такое развитие событий. И даже если в официальных каменюке, в официальных репортажах о том, как это встреча проходило, подобной информации мы не найдем, подождем какое-то время и, может быть, мы увидим, что я прав. А может быть и нет. Но примерно так я себе представляю, как бы, допустим, в этой ситуации я бы действовал, если бы я в такой ситуации находился. Но, опять же, слава богу, я не на его месте. Вот. Итак, пошли дальше. Значит, страны, да, и сам коронавирус. Технично перейдем от нефти. Мы видим три основных варианта ответа. Ответ по китайскому пути, по которому сегодня все, многие идут. Мы пошли по нему в итоге. До локдауна, закрытия, карантины, не работать. Ну, то есть, не совсем. Да, это вот такой промежуточный вариант. Китайский совсем жесткий. Китай, Южная Корея совсем жесткий. Сильное тестирование. Это одно. Да, никто не работает. У нас, кстати, сегодня, по-моему, уже 5 миллионов безработных. Официально. Опять же, есть многие, кто неофициально. Пока еще не подал. Есть те, кто еще не успел позвонить, дозвониться или не смог, или не смог это сделать через веб-сайт. Вот. Я даже, кстати, не знаю, как, в принципе, это нужно делать, если чего. Но. Но. Из тех, кто успел, вот примерно 5 миллионов человек, как я понимаю. В Израиле сегодня, например, безработица скакнула на 25% населения, да, трудоспособного населения, 25% безработных. Когда мы такие цифры видели? Никогда не видели. Да. Это страны, которые идут по пути жесткого контроля. Не выходи из дома. Выйти можно только по специальной причине. Мы еще не на этом уровне. В Израиле уже на этом уровне. В Москве уже, я так понимаю, на этом уровне. Вот. Контроль. Есть страны такие, как, да, ну, есть Дутерта, есть еще Филиппины, где совсем все жестко. Дутерта вчера сказал, что если вы видите нарушительный карантин, который не исполняет ваши приказы, да, и не объясняет, что к чему, шутно. Да, стреляйте в него, убивайте его. А ну, Дутерта известный человек. Подобные эксцентричные заявления он делает. В отличие просто от многих других, его эксцентричные заявления не исполняются. Вот. И он известен тем, что когда-то в компании против наркомании страшной в стране он приказал специальным отделам полиции расстреливать драгдиров на месте просто, да, как-то кого-то находили, кто продает наркотики, сразу убивать. И убили три тысячи человек, только в Маниле, если не ошибаюсь. Да, то есть это жутко еще на критику вызвало, ну, а из него как сгуся вода. Я к тому, что есть разные варианты. Китай, видим, добивается успехов. Есть страны такие, как Швеция, например, в которых пока все относительно спокойно, и никто на работе, кто не перестал ходить. И есть Бразилия, в которой как бы есть establishment, который требует от президента Иеры Болсонаро пойти на все эти жесткие меры, потому что, смотрите, в Бразилии проживает 210 миллионов человек сейчас. Это самая крупная страна Южной Америки. Если произойдет ситуация, как у нас в Нью-Йорке там, то их медицинская система просто не выдержит. Пока как бы оно так сильно еще не распространяется, но увеличивается количество зараженных, там больше 6 тысяч уже. Соответственно, нужно министр здравоохранения Бразилии говорить Больсонаро, закрывай страну. Да, ну, границу он закрыл, потому что сейчас вокруг него закрыли границы. Но он говорит, закрывай города, прекращай движение общественного транспорта, приказывай людям сидеть дома. Хватит, потому что мы рискуем. Если это произойдет, пышка настоящая произойдет, то мы не справимся. У нас нет возможности, мы будем хоронить и хоронить, и хоронить, и хоронить. Больсонаро отказывается это делать, да, и объясняет это очень простой вещь. Он говорит такую вещь, смотрите. Кстати, Трамп тоже подобный сантимент, мы от него слышали. Просто он его так детально не озвучил, а Больсонаро озвучил. Но он известный человек в этом плане, своей эксцентричностью. Он, по-моему, даже нашего президента переплевывает по своей эксцентричности. Он говорит, что, смотрите, еще не совсем понятно, от чего погибнет больше людей. Ну, мы задавали этот вопрос, да, Кошелек или Жить, помните программу. От чего погибнет больше людей? От тотальной, глубокой, величайшей депрессии экономической, да, от самоубийств, когда у людей не на что будет купить еды, да, или от коронавируса. Это большой вопрос, да, потому как Больсонаро совсем не уверен, что экономику можно будет потом искомоискусственно этой вывести. И об этом мы тоже говорили. Ни у кого нет этой уверенности, потому что никто еще в мире этого не пытался сделать. Поэтому, ребят, надо совместить приятное с полезным, грубо говоря. Социальную изоляцию, если вы можете добиваться, да, пытайтесь. Руки надо мыть, но на работу при этом надо ходить. Интересная позиция. Сейчас, опять же, эксперимент в Бразилии. Люди, кстати, многие протестуют. Люди каждый вечер высовывают свой закон. У них там способ протеста очень простой. Они высовывают свой закон, берут посуду, там, кастрюли, сковородки, и начинают лупить со всей силы. Можно себе представить, что творится в таких городах, как Сан-Пауло и Рио. Да, что там творится вообще сейчас из-за этого всего кошмара. Но, в любом случае, есть же еще фавелас, мы должны понимать, любой крупный бразильский город, большой, да, типа Сан-Пауло, Рио-де-Жанейро, еще многих городов Бразилии. Там же есть еще трущобы. И в этих трущобах кучность, плотность населения очень высокая. Санитарные нормы, естественно, не могут соблюдаться. Чистой воды, естественно, не будет хватать. Это, понятно, все-таки не бомбейские трущобы, но все равно. Но, близко к этому, это понятный момент. Плюс еще криминал определенный и так далее, и так далее. Я думаю, что это вы и так без меня знаете. В общем, я думаю, что многие наши слушатели в Бразилии были когда-нибудь и видели это своими глазами, их предупреждали, где можно ходить, где нельзя ходить. Видели эти хайвэи, которые в Сан-Пауло через неблагополучные районы проходят, которые пуль непробиваемыми щитами закрываются, хайвэи, чтобы пули шальные не залетали и не убивали автомобилистов. Вот, случайно. Поэтому, как бы, сама по себе ситуация непростая. Но у Бальсонара, я так понимаю, смотрите, как с Трампом, та же самая ситуация. Чем больше ты, твоя база, которая у тебя есть, ты ее не теряешь все равно. Да что бы ни произошло, ты ее не теряешь. Вот, то есть те, кто поддерживал Бальсонара и обеспечил его победу, когда он победил на выборах, они остались его сторонниками. Вопрос, во-первых, а, переизберут ли его, и б, что произойдет из-за подобного отношения. То есть, на самом деле, прав Бальсонара, грубо говоря, или правы те страны, да, прав Израиль, например, который вводит тотальный локдаун сегодня, например, в Бнебраке. Но я об этом в следующей части, конечно, расскажу. Это примерно то, что в Бразилии сейчас происходит, чтобы вы понимали, что есть разница в подходах. И пока мы не видим еще, еще слишком мало времени прошло, чтобы сказать, чей подход оказался наиболее правильным. С другой стороны, надо еще понимать, все-таки климатическая разница, хоть вирусологи нам говорят, эпидемиологи говорят, что не так это важно, все равно, когда сухо и жарко, с поверхности капли эти, в которых этот вирус есть, они испаряются быстрее, как бы и вирус меньше просто живет на поверхностях разных. Вот, то есть это тоже, наверное, факт. Сложно сказать, опять же, надо быть доктором для этого, я не доктор. Но в любом случае, посмотрим, в Африке тоже распространяется, но очень медленно распространяется. Тоже пока непонятно, по какой причине это так. Понимаете, каждая нация все равно имеет, скорее всего, свой путь борьбы с пандемией. И есть определенное различие в том, как каждый из стран, он распространяется, он двигается. Поэтому даже если что-то получилось у Бальсонара, совсем не значит, что это может получиться в нашей стране. Понимаете? Совсем не значит. Теперь следующий момент, и это важно, я хотел об этом сейчас рассказать. Не то, что рассказать, а несколько просто свое ощущение от этого передать вам. Китай сегодня, да, страна, где все это началось из-за культуры. Поедание того, что они едят, грубо говоря, я уже об этом только ленивый, наверное, не говорит, и все это понимают. Из-за культуры их питания, того, что на всем человечеством сегодня произошло, эта страна сегодня выступает как один из главных моторов борьбы с эпидемией. В том плане, что советы докторам оборудование высылают, координируют усилия по контролю, делятся опытом и так далее. И это серьезная такая, как вчера вирус-политик, да, примерно серьезная такая международная штука, которую сейчас Китай себя вовлек для того, чтобы спасти свой имидж и наоборот установить имидж лидирующей мировой силы. Особенно в борьбе с эпидемией. То есть мы на первом месте, мы впереди всей планеты, мы поможем всем, мы замечательные, мы хорошие. Мне это все, я бы, это выглядит для меня как будто, если бы, знаете, Германия году где-то так в 42-м, в 43-м, в самой середине Второй мировой войны, вдруг бы сказала, ребята, вы знаете что? Мы не хотим больше воевать, давайте остановимся, перестанем. И сейчас вот все, кто пострадал, мы расскажем вам, как нужно с немецкой педагогическим, с величательностью восстанавливать свои разрушенные нами города, понимаете? Надо все время не забывать, ребят, все, что они пытаются сделать, это всего лишь плохая мина, хорошая мина при плохой игре. Они виноваты, серьезно. И тот ущерб, который они нанесли человечеству, на самом деле невероятный, неумышленно возможно. Утаивание информации, это уже умышленное дело. И в принципе, честно говоря, если это правда подтвердится, что на самом деле цифры умерших, и информация, не правда эти цифры, которые они дали, информация, которую они сегодня дают, да, о том, как они смогли с этим справиться, и информация о том, когда уже была у них о том, что эта эпидемия серьезная угроза, а они еще это не дали, и это все подтвердится, в принципе, Китай, конечно, нужно к ответу за это призвать, потому что это неправильно. И то, что мы все за них страдаем, во-первых, сначала бы хотелось бы услышать, простите нас. Но пока мы подобного не слышим, правильно? Мы наоборот, мы видим биение себя в грузе, какие мы крутые, мы всем поможем, мы молодцы. Нет, ребят, вы не молодцы. Пока что вы виноваты, и очень бы хотелось услышать хоть какое-то понимание и признание своей вины перед человечеством сегодня. Но этого, к сожалению, мы вряд ли сможем увидеть в ближайшее время. Бутик-политик. С понедельника по четверг. С четырех до пяти вечера. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Сейчас вторая. С вами Кирилл Задов. Семь 2 апреля 2020-го. Четверг. Обещал Израиль. В Израиле ситуация, конечно, ну, сказать, что она непростая, это ничего не сказать. Первое и главное, что мы должны знать, огромная часть министров правительства находится либо в карантине, либо в самоизоляции, потому что вчера было объявлено о том, что заболел коронавирусом министр здравоохранения Лицман. И господин Лицман, кстати, герсткий хасид, у которых очень жесткое отношение к интернету в сотовых телефонах вообще и дома. Вообще очень все сурово, да. И впервые, как бы, так как он ушел на карантин, на локдаун, на изоляцию тотальную, потому что у него вирус. Правда, он его, слава богу, легко переносит, но у него есть. И у его жены есть. И, соответственно, теперь он может работать только из дома. И ему пришлось специально, чтобы пришли специалисты, короче, и установили ему интернет дома. Впервые. У него никогда не было дома интернета. Вот. Опять же, это не мешало ему быть эффективным министром, когда дело касалось поездок по больницам, разговоров с врачами, координации действий системы здравоохранения. Кстати, его всегда очень хвалили. Он уже давно, правительством Таньякова, во многих правительствах он был министром здравоохранения. Он менеджер высочайшего уровня, как он показал себя, несмотря на то, что интернета у него нет, да, опять же, всем тем, кто говорит, что вот религиозные не могут работать. Это не совсем так. Но суть, как бы, автодокса, в смысле. Но суть в том, что сейчас у него этот интернет появился, но кроме него в изоляцию сразу, да, как только выяснилось, что он болен коронавирусом, в изоляцию пошел на Таньягу, опять второй раз, на недельную изоляцию пошел на Таньягу. Кстати, сегодня его протестировали второй раз, опять негативно, у него нет коронавируса. Начальник генштаба Авиев Кахави, сегодня начальник генштаба израильской армии, генерал-лейтенант Авиев Кахави, находится на карантине, потому что у него один из офицеров, с которым он контактировал, у него был коронавирус. Тест у него тоже негативный, но он обязан быть в карантине, вот. Значит, еще несколько министров, я не буду сейчас во всех предсчитать, чтобы вас не утомлять этим, но вот Бессалель Смотрич, например, министр транспорта, представляющий Емину, я так понимаю, сейчас, он, то есть еврейский дом, сейчас Емину, там, мне сейчас совсем понятно, как что-то происходит, он только что закончил свой карантин, и когда он вышел из карантина, первым делом он поехал в Тель-Авив для того, чтобы посмотреть, как там транспортные работы, там, по лайт-трейну, лайт-трейн, то есть легкие, железная дорога, да, легкий трамвай, да. Наземный, как работы по этому делу идут. В общем и целом, невероятно сложно логистически сейчас правительству работать. Это при всем при том, что это правительство, исполняющее обязанности, а не постоянные, а в постоянном только идут переговоры, которые сейчас непросты, но все пользуются видеоконференциями, все их проводят. Единственная проблема, голосовать в Кнессете по видеоколу нельзя. И нельзя оставить записку и доверенность кому-то за себя проголосовать. Надо прийти в Кнессет и проголосовать. Поэтому, когда правительство, если даже они договорятся быстро, да, сейчас пока, вот, им надо будет договориться, надо будет, чтобы правительство как бы начало работать. Для этого, я так понимаю, требуется в Кнессете голосование провести. Короче, требуется, чтобы Кнессет собрался, и пока это сложно сделать. Но, кстати, в основном на изоляции из членов Кнессета только в основном министры. Да, здесь только, по-моему, один депутат Кнессета, который не является министром, который сейчас попал в изоляцию. Но вот три еврея, близких к Амиру Перетцу, например, да, попали тоже, оказались заражены коронавирусом. Амир Перетц, кстати, с ними общался. Поэтому, теоретически, возможно, что и у него подобная штука может возникнуть. Я к чему говорю, что сложно, да, но государство функционирует. Да, самая главная функция государства функционировать, обеспечить безопасность, оно есть, оно как бы никуда не делось. Вот. Про безработица я вам уже сказал. Значит, теперь следующий момент. Так как в Бнеябраке каждый третий человек, которого протестировали, оказался заражен коронавирусом, то город Бнеябрак, который, в принципе, я так понимаю, приград Тель-Авиву, по большому счету, закрывается на тотальный локдаун. Это Ниагу сегодня эту меру утвердил. Да, и это впервые. Да, город, который будет закрываться в Израиле на локдаун. Локдаун означает, что никто не может в город попасть, никто не может из города выйти. Да, на фоне всего этого идут активные коалиционные переговоры, которые, конечно, сталкиваются с невероятной критикой со стороны тех, кто в этих коалиционных переговорах не вступает. Да, и бывшие партнеры Бенни Ганса и Эр Лапид, и Моша и Буги, и Алон, да, они в коалицию не вступают категорически, не хотят. И Лапид, да, я слышу, что он говорит. Он говорит, что такого позора мы вообще не видели, когда четвертый из релизан без работы, они там ищут себе теплые места, потому что министров, я так понимаю, было 29, а теперь министров нового правительства будет 34. Вот, и они сейчас заняты тем, что они создают искусственные портфели, для того, чтобы тратить лишние деньги на тех, кому эти портфели, в принципе, не нужны, и не должны доставаться, а нужно заботиться о людях. Ну, стандартная классическая критика, которая существует со стороны оппозиции всегда, да, и особенно в любой момент, да, оппозиция всегда будет кусать Натаньягу в данном случае, ну, вообще любого глава правительства, всегда. Я помню, что говорил Натаньягу, находясь в оппозиции, когда Ольмер был премьер-министром, я все, вы все это помните, я думаю, все это видели. Короче, это как бы, это бизнес as usual, да, он всегда таким был, он такой и сейчас есть. Вот, ну, будем надеяться, что договорятся все равно. Ну, просто читаю, не могу понять, что мне тут пришло. А, в общем, в общем и целом, друзья мои, ситуация непростая. Значит, количество зараженных привалило 7 тысяч, сегодня за сутки в Израиле умерло от коронавируса 10 человек. Все престарелые пожилые люди с предварительными определенными осложнениями со здоровьем. Вот, в тяжелом состоянии находятся, в критическом состоянии, они говорят, что в израильских больницах в критическом состоянии находится больше 101 пациент, больше 100 человек. В общем, пока не удается, короче, сбить. Но все, что можно для этого делать, делается, и я думаю, что, в принципе, в ближайшее время это произойдет. Вот, они говорят, что к июню уже вакцина, скорее всего, начнет тестироваться на людях, поэтому уже готовая вакцина, потому как основные ингредиенты, протеиновые ингредиенты этой вакцины уже тестируются на млекопитающих. То есть к июню, к первому июню она будет готова к тестированию на людях. По крайней мере, из тех источников, которые есть у меня. Это Галилейский институт. Всем повезло, что это Галилейский институт микробиологии. Он до этого испытывал вакцину против подобного же вируса, который у животных, короче, испытывал. То есть не этого, не COVID-19, но предыдущих, как бы, модификаций этого вируса. Вот, и так как они уже были в процессе, то им несложно было перенастроиться на COVID-19 и начать, как бы, активную работу именно над этим. Они это начали делать уже месяц назад примерно. Вот, поэтому они идут впереди планеты всей. Так хочется, по крайней мере, в это верить. Друзья мои, я надеюсь, что эта неделя прошла для вас в безопасности. Пожалуйста, оставайтесь в безопасности. Оставайтесь дома по мере возможности, как только это можно. Главное, пытайтесь контролировать ваших детей, чтобы они не выходили на улицу и не вступали в контакт с другими детьми. Это безумно сложно, но это то, что сейчас от нас от всех требуется. Друзья, большое спасибо, что были со мной. Хороших выходных. До встречи в понедельник. С Божьей помощью. Бутик-политик. С понедельника по четверг. С четырех до пяти вечера. Сказал, как обрезал.